Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год, замужем 14 лет, есть ребенок 6 лет и последние два года с мужем отвратительные отношения. Пропало любое желание, имея в виду что-то общее, я хочу развестись, осталась отношения в пустую, поняла, что прожила жизнь зря. Сама никогда ничего не добивалась, во всем помогали родители, дом, машина, работа. Никогда меня не уважал, мог при всех обидеть, начал начать выяснять отношения, закрывать мне рот. Я пытался спасти наши отношения, но уже нет сил и терпения. Хочу просто развода и ничего больше. Теперь при меня, я работаю на одном месте уже 9 лет с больными психическими детьми. Работа тяжелая, но платят неплохо. Характер у меня не сахар, но на уступки иду всегда. С мужем всегда говорила о чувствах и эмоциях, молчу и получала ответ. А ты меня уважаешь? А что сделала ты? Некоторые женщины зарабатывают больше. Найди себе другую работу, да ты ничего не делаешь. Жить мне негде, так как этот дом от его бабушки, но очень много сделала я в нем. Но сейчас такая ситуация, что я лучше уеду на съемную квартиру, чем буду жить с ним. У нас кроме ребенка больше ничего нет общего. Теперь суть вопроса. У нас есть друг. Дружим мы уже более 10 лет. Он всегда меня любил и поддерживал. Я никогда не отвечал взаимностью, ведь у меня семья. Но этим летом он приехал в отпуск, так как он уже 4 года в Польше на заработках. Мы всегда поддерживаем дружеские отношения. Этим летом я испытал нечто большее, это было взаимно. Ничего серьезного не было, но мне рядом с ним хорошо. Сейчас мысли только о нем, хочу к нему, хочу с ним засыпать и просыпаться. Не знаю, или это правильно, но он всегда рядом, и я знаю, что он испытывает те же чувства. Что делать, как правильно поступать. Помогите разобраться, я очень сильно по натуре, но сейчас чувствую себя маленькой девочкой. Ну, в общем-то, если мы говорим именно о том, чтобы разобраться, если мы именно об этом говорим, да, именно вот о том, чтобы разобраться, то я бы, пожалуй, начал бы с того, чтобы включать потихонечку в вашу психологическую реальность эту самую маленькую девочку. Потому что сильно по натуре вы свою маленькую девочку не слышите внутри вас, а у нее есть желание, у нее есть потребности, у нее есть чувства. Что такое сильный по натуре человек? Это тот, кто постоянно наступает на себя. Это тот, кто постоянно себя игнорирует. Сильный по натуре человек, это тот, кто себя не слышит. Сильный по натуре человек, это тот, кто, ну, как бы, с собой шествует. Вот это сильный по натуре человек. Сильный по натуре человек, это человек к себе не внимателен. И если кто-то в отношении к себе не внимателен, то другой человек будет к себе сверху не внимателен. Такая вот система. Вы говорите о том, что к мужу у вас обращение. И штука в том, что отвращение, это тоже чувство. Это тоже эмоция. Вам на него не все равно. А значит, за этим может быть что-то скрыто. Если говорить о том, что у вас сейчас есть друг, которому вы что-то испытываете, то я бы сказал, что это очень сильно похоже на реакционное поведение. То есть, вот, с мужем у меня ничего не получается, с женщиной я себя не чувствую, а то вдруг, вот, появилась возможность себя женщиной ощутить. По большому счету, в буквальном смысле. Естественно, вы этого будете хотеть. Естественно, вы будете к этому стремиться. Естественно, вам это будет нужно. Естественно, таковы будут ваши потребности. И это нормально. Но это реакционное поведение. Вряд ли вы видите здесь мужчину. Вы видите то, что он вас любит, то, что он всегда рядом. И хочется засыпать и просыпаться, чтобы получить то, в чем вы нуждались. вероятно, возможности быть слабой, вероятно, возможности как-то, чтобы вас заботили и прочее, прочее. Но тут парадокс. Вы сильная по натуре. Женщина, характер у вас, как вы говорите, не сахар. Да, вы идете на уступки. Говорите вы. Но это еще нужно разбираться, что это за уступки. Понимает ли другой человек, что вы идете на уступки? Большой вопрос. А поскольку сейчас вы говорите, что чувствую себя маленькой девочкой, вот, и меня, судя по всему, это тревожит, то есть, маленькой девочкой я себя чувствовать не хочу. Вот. Ну, соответственно, в таком случае можно говорить о том, что вы начнете проявлять силу и с новым мужчиной. Вы либо начнете с ним бороться, либо начнете с ним ссориться, вот, либо он будет таким же слабым, как у вас мужчина. По той самой причине, по которой, которую описал мой коллега Кутрущев Игорь Леонидович. Вы говорите о том, что выражали, обсуждали со своим мужчиной чувства и эмоции. А как? Как вы это делали? Как конкретно вы это делали? как вы говорите? Как вы говорите? Вот. Если вы обычно сильная и как бы вся сама. Вот сейчас чувствую себя маленькой девочкой, я как-то больше пред... как-то больше предрасположен думать, что вы можете свои чувства выражать. но мне так же кажется, что вы их стыдитесь. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вы их боитесь? Вы их стыдитесь? Вы их опасаетесь? Вы не знаете, как мне кажется, что с ними делать? С вашими чувствами, собственно говоря. Поэтому увидеть, прямо сейчас увидеть и заметить то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, то, что вам важно, вам нужно. Крайне для вас необходимы. По крайней мере, на мой взгляд. По крайней мере, по моему мнению. и уже как-то исходя из этого, можно будет сделать выводы относительно того, чего вам не хватает. Ну, а можно и не сделать можно мучительно пытаться подобрать наиболее правильный путь. Можно пытаться выбрать наиболее подходящее решение. то есть, по сути, следовать привычной модели поведения. И в чем же заключается привычная модель поведения ваша? На что вам нужно обратить внимание, чтобы в новых отношениях с этим мужчиной или с кем-нибудь еще, а может быть и даже со своим мужем, как-то вот менять модель поведения. Смотрите, вы пишите, мне 31 год. Значит, почему-то вы сразу начали с возраста. Возраст для вас имеет какое-то значение. Давайте какое. Дальше. Замужем вы пишите 14 лет. То есть, получается, что замуж вы вышли в 17. Если я правильно подшипал, ну да, в 17 лет. Будет еще несколько лет. Я не знаю, как это возможно. Насколько я помню, в странах Европы вроде как нельзя выходить за мной 17 лет. Вероятно, вы из восточной страны. Вот. То есть, получается, как бы, что вы еще не сформировались, вы еще не встали на ноги, вы еще не сформировались, не оформились как личности, уже вышли замуж. О чем вы думали тогда? О чем мечтали? Чего хотели? На что рассчитывали? Чего ожидали от мужа? Вот. Полагаю, что муж у вас старше. И полагаю, что какое-то время смотрели вы на него как на родителя. Или как на непререкаемого авторитета, скорее всего. Это нормально для человека 17 лет. И ненормально для человека в 31 год. Нет, для человека в 31 год видеть авторитеты нормально. Но скажем так, быть замужем за авторитетом только потому, что он авторитет. или только потому, что мы его идеализируем как-то. Ну, мягко говоря, не лучшее решение. Но вряд ли в 17 лет вы могли на это как-то повлиять. Понимаете, да? Со своей стороны муж, будучи вас, скорее всего, старше, а даже если он во сне старше, одного возраста, чем я сомневаюсь, но давайте допустим, давайте допустим, что он с вами одного возраста. Несмотря на то, что он одного с вами возраста, судя по всему, вы достаточно долгое время отдавали ему первенство. либо сами, либо по команде кого-то из значимых для вас людей. И мужчина, естественно, к этому привык. Привык, что ему отдают первенство, но поскольку вы-то сильные, вы-то там, условно говоря, привыкли работать, привыкли все тащить на себе и так далее, то немного не надо получилась ситуация, при которой вы это тигрица, да, как вот в животном мире, тигрица, которая занимается всеми вещами, условно говоря, хозяйством, а мужчина это лев, который по большому счету не делает ничего, но лидер он. Да, в животном мире есть свои нюансы, там таких проблем не возникает, и там есть, повторюсь, свои нюансы, которые как бы уравновешивают эту историю. В животном мире никто бы не выжил, если бы он занимал деструктивную позицию, так устроена природа. В человеческом мире все по-другому. Вот. Как у вас отношение к мудрому складывается? То, что рассказал я, это то, как мне видится из той небольшой информации, которую вы предоставили. Ну, вероятно, я ошибался, вероятно, ситуация складывалась иначе. Если она складывалась иначе, то необходимо это проанализировать. Здесь важный момент, то, что в 17 лет вы вышли замуж. Это очень рано. Это очень рано, и я бы сказал, что человек, который либо женится, либо выходит замуж в таком возрасте, или в 16-19 лет, по большому счету свою семью приносит родительскую семью. Практически полностью. Либо ее свою семью родительскую, либо, так сказать, контр-семью. Что такое? Контр-семья это протест, бунт и так далее. Вот. То есть, тут вот нужно этот момент понимать. Да? Дальше. Последние два года с мужем отвратительные отношения. Все случилось два года вам этот вопрос уже задавали, но на мой взгляд, на мой взгляд, вы поняли, что не можете больше игнорировать разочарование, которое вызывает у вас мужчина. Скорее всего. Это мое предположение. Я не знаю. Но, скорее всего, так. Это если глобально. Понятно, что были какие-то эпизоды. Понятно, что был какой-то, наверное, ну, скандал, вот, или ссора, после которой вот отношения стали отвратительными. Но ни одна ссора, в общем-то, не является самой по себе. То есть, ни одна ссора не является вещью в себе. Ссора это следствие, не более того. Пробавая любое желание иметь с ними что-то общее. Обратите внимание. Вот просто обратите внимание. Сильная женщина явно как бы не самая последняя в плане реализации карьеры. Да, вы написали, что работа у вас тяжелая, вы написали, что платят неплохо, вы не пишите о том, что у вас какая-то, какая-то высокоруководящая должность, но, извините, добились? Добились. Супер. Не самая последняя. Так вот. Сильная женщина не самая последняя. Да? За 14 лет брака 12 из них хотела иметь что-то общее с тем, кто по ее же словам ничего не добился, никогда не уважал, мог обидеть при всех, начать выяснять отношения и закрывать рот. Такое вот типичное поведение человека, которому дали безграничный власть. Вы дали безграничный власть. Понятно, что вряд ли вы могли по-другому в 17 лет. Особенно, если это какая-то вот какая-то традиция, да? например, если вы из восточной страны, или не из восточной страны, но придерживаетесь восточных так скажем канонств, понятно, что у мужчин вся власть, а у женщин никакой. Понятно, что женщина тащит на себе все хозяйство, все самое тяжелое, а мужчина ведет себя именно так. Это бывает довольно часто, к сожалению. Не только на востоке, не только восточных людей, в жизни. Просто здесь это показательно. Так вот, у меня к вам вопрос, который звучит примерно так. Вот. в фильме женщина 12 лет брака хотела иметь общую с человеком, который по ее словам вел себя с ней вот так. Как к этому относиться? Как к пренебрежению в себе с собой? Как к слепой надежде? как к тотальной идеализации? Как к определенной миссии? Например, оправлять ожидания твоих родителей? Ваших то есть? Как к страху? Ну, то есть, вот, как к проявлению страха? Как к этому относиться? Вы подскажите, пожалуйста. Потому что, коль вы маленькую девочку внутри себя не слышите, и коль вы услышали ее сейчас, то вы услышали ее только потому, что она кричит очень громко. И если она кричит очень громко, маленькая девочка, то она может набрать дело. Нет, не в том смысле, что если вы сейчас будете с другим мужчиной, то вы совершите что-то плохое. Нет. Кстати, мне показалось, что вы как будто бы стыдитесь того, что у вас появились чувства к другому мужчине. То есть вот еще один момент. Хочу развода, говорите вы. А что такое хочу развода? Это когда ментально, психологически человек по сути уже развелся. то есть понятно, что ну, что решение может измениться. Ну, что вы, например, можете в принципе передумать, да? Ну, допустим, вы можете там поменять свое решение. Например, это обычное дело, нормальная история в принципе. Вот. Но психологически вы подумали о разводе. То есть как бы это вот в целом уже такое как бы сказать готовое решение. и несмотря на это, несмотря на то, что вы подумали о разводе, вы все равно сомневаетесь в том, правильно ли поступать. Интересно? однако. Знаете, да? То есть с одной стороны вы вроде бы как вы говорите очень сильно и у меня нет причин вам не верить в том, что вы очень сильно. Но с другой стороны вы как будто бы совершенно себя не слышите. ну вот просто не привыкли быть может себя слышать. Не привыкли может быть слышать свои чувства желания с практически детства выполнена обязанностей. Ну как говорится не мудренность. То есть нет здесь в таком случае ничего аномального. Но учиться-то надо. Учиться-то надо. Понимаете? В чем? Штука штука штука. Дальше. Прополняйте любое желание межимизируется вообще. Как только вы поняли, что он не станет таким, каким вы хотите. Опять же, что делает любое желание что делает ребенок, что делает молодой человек. Любой молодой человек что делает. Он начинает как бы экстраполировать свое желание на других людей на внешнюю сторону. смотри. Если не получается это сделать то появляется разочарование. Ну вот такое чувство появляется. это нормально но деструктивно. Хочу развестись устала от отношений и поняла, что прожила жизнь зря. Да. Только мы здесь ни при чем. Вы злитесь на него. На самом деле вы злитесь на себя. Это ваш внутренний протест против скажем так игнорирования ваших потребностей и желаний в данном случае. Весьма неприятная вещь скажу скажу я вам. Но давайте раз мы сильные раз мы взрослые давайте как-то уже по-врослому и рассуждать. То получается совсем у вас муж виноват. Знаете что? интересно. Интересно то, что муж товарищ по всему таким и был всегда. Никогда он не был другим. Никогда он себя по-другому не вел. но вероятно вам внушили что ты должна видеть в этом мужчине кого-то там. Вот вы и видите. вы пишите я пыталась спасти наши отношения но уже нет силы терпения. Для чего пытались спасти отношения как пытались спасти и что вас мотивировало? Хочу просто развод и ничего больше. какую проблему должен решить развод? Ну в данном случае. Далее вы пишите про себя и где вы работаете непонятно к чему это. То есть то, что вы работаете с детьми больными безусловно супер. Вы молодец. Но неясний контекст вас устраивает работу. Но знаете что интересно в этом контексте? В этом контексте интересно то, что связав себя с детьми вы в общем-то обеспечили себе постоянное нахождение нахождения в родительской позиции. Смотрите. Вы работаете с детьми. родители и для родителей. Наставник ведущий неважно. Вы приходите домой. То же самое. с с нахождение мужем не не привык вас видеть нахождение 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 естественно ни во что он вас не ставит. Ну потому что они соревновались а оснований для равноправных отношений не было. Так характер у меня не сягород откуда знаете как проявляется но уступки идут всегда но об этом я уже говорил да что для вас уступка как именно идет смутин всегда говорил о чувствах и эмоциях на что получал он в ответ. а как говорили то смутин о чувствах и эмоциях если вы себя маленькой девочкой чувствуете сейчас и как то вот по моим ощущениям хотите из этого состояния уйти как вы о чувствах то говорили об эмоциях ну просто какой формы хотелось бы знать формы разные бывают бывают формы деструктивные бывают формы конструктивные бывают формы понятные для человека другого человека бывают формы непонятные для другого человека так какая уэста форма была ну например а в моей практике я вам совершенно определенно могу отсказать люди очень часто только думают что они говорят о чувствах а на самом деле ни о каких чувствах они не говорят на самом деле на самом деле они говорят о претензиях ну больше они говорят о обидах больше они говорят о своих требованиях к другому человеку больше то есть о том что они как им кажется хотят чтобы делать другой человек не особо зная и понимая может ли вообще этот человек делать то что они хотят ну вот как бы нет такой нет такого опыта об этом спрашивать вот ну и соответственно в коммуникациях подобное тоже не практикуется из чего вытекает логичный вывод что в общем-то разговор о чувствах эмоциях это разговор про претензий обид вот ну и опять же коль вы называете себя сильные по натуре да сильные что они не плачут сильные не плачут сильные не проявляют слабость и так далее и так далее вот вот поэтому вы извините пожалуйста но я пожалуй не поверю вам относительно того что говорили вы со своим мужем про эмоции и чувства не поверю не смысл что вы обманываете я верю что вы не обманываете вы думаете что правду говорите но вы можете заблуждаться вот это уже игнорировать я не могу к сожалению потому что это серьезно дальше дальше а так в ответ получал на то что всегда жить мне негде так как этот он его бабушка но очень многое сделал я в нем пристает вот еще один момент вам негде жить то есть вклад нет своей же площадь почему не в том смысле что я вас обвиняю какая вы плохая что не сделали там ну не приобрели свою площадь нет не в этом смысле а в смысле как так получилось вам она это вот живая площадь не нужна была или как ведь 14 лет это много это большой срок когда вы понимаете что ну как бы что вашего ничего нет ну как-то это в любом случае неприятно а вы получается об этом никогда не задумывались мне кажется я даже знаю почему почему мне кажется связано это с тем что вы жили по принципу все для семьи да это ничего моего быть не должно только вот все либо общее либо муж ну а то что у мужа тоже как бы особо ничего не было зато было у его родителей и так далее вот это вероятно на какое то время вполне устрау вот знаете какая штука то есть как то вот здесь у вас вот это вот это вот разграничение того где для меня где я где он где мое где твое что притом притом что у вас вполне может быть общее что то то нормальное что у вас вот ну может присутствовать как бы что то общее такого разграничения нет а такого разграничения нет и конечно в этой ситуации в этой ситуации вас можно спросить так а как вышло то что вам тут негде жить ну то есть понятно что вам негде жить да но как вышло то вот сейчас вы снова хотите к мужчине другому да кому то тоже получается ничего своего все его и какая разница тогда тогда в чем разница но помимо вот столько отношений дальше сейчас такая ситуация лучше еду на съемную квартиру чем буду с ним но здесь вы говорите про прощения повторюсь прощение это тоже чувство и это далеко не безразличие то есть может быть вам и как то вот хочется думать например что это безразличие но это далеко не безразличие далеко вам не все равно на своего мужа как мне кажется вот понятно что могу ошибаться и может быть вы со мной не согласитесь но скорее всего вам за обращением что-то скрывается вот что-то вроде обиды что-то что-то вроде боли что-то вроде разочарование злости и так далее может быть даже и какое-то теплое чувство может быть тоже есть вот думаю не взгляну вам на вашему мужу что вы хотите от него сбежать что отращение такое на вас вызывает может быть напоминает о чем про что-то но вот ну например напоминает вам вас уже какой какой вы были может быть что-то еще тут нужно смотреть тут нужно разбираться вот то есть вы говорите что лишь бы куда уехали понимаю но больше похоже на а больше похоже на бегство так вот вот сказать по правде бегство мало кому помогало честно говоря сказать по правде бегство не решило вообще ни одной проблемы еще в жизни любого человека вот продлить агонию да продлить страдания да вот чтобы решить проблему нет так такого не было и вряд ли вы первый случай поэтому я бы вам конечно рекомендовал бы не убегать от мужа а как раз таки будучи с ним будучи вместе поискледовать ваши чувства ваши эмоции вот поискледовать ваши что называется переживания может быть несколько лучше себя добраться это было бы куда полезнее чем сбежать опять жить вот непонятных с кем непонятных где и так далее ну вот а с отращением разбираться что это за отращение такое с чем оно с чем оно связано это отращение что из себя представляет ну весьма знаете ли и полет отношения с мужем может быть и не улучшат но вот себе разобраться поможет еще как понимаете да дальше у нас кроме ребенка больше нет ничего общего как было всегда интересно или так стало только что ну в смысле вот эти вот два года о которых вы говорите это ребенок это не общая между вами ребенок он сам по себе вы к сожалению на ребенка навесили вместе с мужем свои проблемы которые будут уже ребенка вашего стыкать вот поэтому то что вы называете в качестве общего с вашим мужем ребенка лично мне видеть достаточно грустно вот лучше бы не было общего вообще ничего ну собственно так и есть так и есть у вас с мужем действительно общего ничего нет только интересно знаете что как так получилось что у вас ничего общего с мужем нет ведь 14 лет вместе вот вы как говорите отношения спасти пытались и ничего общего а зачем ли тогда отношения спасали если ничего общего зачем тогда терпели столько времени уже до рождения ребенка а еще жили с ним какое-то время и вел он себя так же с вами если я правильно понял так так для чего же тогда понимаете да какие вот вопросы здесь возникают дальше и друг дружим было десяти лет он всегда меня любил поддерживал никогда не отвечал заимствовать меня семья вот вы выдаете здесь свои ориентиры то чем собственно пользуется ваш муж его его этому научил что вы и есть семья вот и вы не отвечали взаимности только потому что у вас есть семья вы удивитесь наверное но взаимностью взаимности и чувствам им вообще говоря все равно семья у вас не семья у вас они просто есть эти чувства и все они просто возникают и все эти чифы им все равно но то что вы себе сами как бы как бы объясняете что вот я ему не отвечала взаимностью потому что у меня семья говорит о том что нехило вы себя так склонны подавлять ну как бы как бы вот вы себя подавляли подавляли и вот в итоге к психологу обращаются понимаете да какая штука ничего хорошего в общем и целом подавления нет и быть не может и не было никогда ничего хорошего подавления но вы думали что просто иначе вот и сейчас сейчас вы оказались в треугольнике карпана когда есть нож такой тиран который вашу жизнь превратил в ап а есть этот мужчина который обещает вашу жизнь сделать счастливой хорошей чтобы вы смогли наконец-то вот получить да то что вы хотели может быть и может быть ожидали так долго и есть вы жертвы в этой ситуации вы выглядите как жертвы потому что с одной стороны вы конечно вроде бы гиперосветственны но с другой стороны к себе вы без ответства и именно поэтому вы здесь делаете жертву вот вы изучите пожалуйста вот самостоятельно треугольник треугольник карпана вам вам нужно помочь из него выходить а то иначе так можно всю жизнь в треугольнике пробыть и ничего другого для себя не увидят не думаю что-то то чего бы вы хотели давайте сейчас надо признать дальше не знаю правильно но он всегда рядом что делать как правильно поступать как правильно поступать чтобы что вот ну маленькой девочкой опять же понимаете вы увидели сейчас родителя почему вы себя почувствовали родителя это не мужчина в этом смысле а родитель то же самое чего вы ждали от своего мужа и что вы не получили от своего мужа судя по всему и не получите от этого мужчины тоже то мы с вами можем родиться а мужчина не родитель мужчина он ну он мужчина любой мужчина в первую очередь а он родитель кроме вашего родителя а вот по потребностям которые у вас есть вот потребностям например в любви в заботе и так далее вот любви вам нужно хотя бы постараться научиться давать себе это то в чем вы нуждаетесь ну в частности в частности в частности в частности вам психолог может в этом помочь если вы конечно захотите в этом направлении с нами поработать я просто не знаю как вы представляете себе что мы поможем вам разобраться с чем-то не пообщавшись с вам вот вот такой ответ я хотел бы вам дать сначала с точки зрения психологии с точки зрения психотерапии и с точки зрения своего опыта слуха и практики а также своих ценностей которые у меня есть безусловно безусловно к вам есть сочувствие 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 ржавости нет если вы боитесь или если не хотите чтобы вас жалели то вы можете не переживать жалости вам нет вы сами по большому счету выбрали свой путь и сами по большому счету продолжаете его выбирать игнорирую вот игнорирую маленькую девочку Катерин постоянно дает дает особенно вот боясь как мне кажется что маленькая девочка однажды возьмет контроль ну в принципе она берет контроль чем больше вы игнорируете ее тем больше она будет брать контроль так в принципе это и работает так в принципе и должно быть иначе бы вы просто-напросто заболели вот поэтому мне кажется что прежде чем делать что-либо вам бы нужно привести в порядок свое внутреннее психологическое состояние вот и хотя бы немного попрактиковаться в том чтобы слышать себя чувствовать себя видеть себя замечать в себе какие-то вещи вот и признавать признавать что вас есть то что вы пытались скрыть спрятать и так далее если вас есть то чего 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 вы например просто-напросто стыдитесь вот ну по разным причинам стыдитесь вот может быть по причинам что не принято было так может по причинам того что подтверждения никакого не получала не получала эта история может быть еще по причинам каким-то причинам вот да на самом деле не так это важно как мне кажется важно то что есть сейчас сейчас есть вы которые хотят решить свои проблемы только не вариант искать нужно идеал идеальный вот как мне кажется а нужно с тебя разбираться вот чтобы все время нужно выбирать то что вам хочется и чтобы ребенок вас учился чтобы ребенок вас видел как можно как хорошо чтобы он видел счастливую маму все таки а маму которая постоянно себя зажимает подавляет и так далее вот ну на этом я думаю можно мой ответ заканчивать потихонечку буду вам благодарным за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой психотерапию психотерапия вам необходима психотерапия вам нужна вот так что не затягивайте свое свое обращение к нам вот я бы сказал что вам это жизненно необходимо сначала вам я желаю удачи вам я желаю всего доброго я надеюсь что выход из ситуации в которой вы оказались будет найден вот надеюсь решение меняться к вам тоже придет и будет вашей жизнью только позитивным изменением с этих пор всего вам самого доброго удачи удачи